Всем привет! Вы на канале StartAndroid, с вами Виталий Непочатов, и мы продолжаем изучать Android. Это урок 4, и мы рассмотрим элементы экрана и их свойства. Давайте посмотрим, как в Android-приложениях формируется то, что мы видим на экране. Если проводить аналогию с Windows, то приложение состоит из окон, называемых Activity. В конкретный момент времени обычно отображается одно Activity и занимает весь экран, а приложение переключается между ними. В качестве примера можно рассмотреть почтовое приложение. В нем одно Activity – это список писем, другое – просмотр письма, а третье – настройки ящика. При работе вы перемещаетесь по ним. Содержимое Activity формируется из различных компонентов, называемых View. Самые распространенные View – это кнопка, поле ввода, чекбокс и т.д. Компоненты. Компоненты View обычно размещаются во ViewGroup. Самый распространенный пример ViewGroup – это Layout. Layout бывает различных типов и отвечает за то, как будут расположены его дочерние View на экране, например, таблицей, строкой или столбцом. Наверное, вы уже запутались с новыми словами и терминами, давайте посмотрим все это на практике. Запускаем Android Studio. При старте у нас открывается последний проект. Отменим это. Выберем создание нового проекта. Назовем проект P004. Подождем некоторое время, пока Android Studio построит наш проект. В проекте нам интересен файл, который находится в папке res.layout.main.xml. По умолчанию он открывается при старте проекта. Это Layout файл. В нем мы определяем набор и расположение элементов View, которые хотим видеть на экране. При запуске приложения Activity читает этот файл и отображает нам то, что мы настроили. Давайте посмотрим, какой набор View он содержит по умолчанию. Слева мы видим список View, разделенный на группы. Здесь отображены все View элементы, которые вы можете использовать в своих приложениях. Возможно, у вас он будет немного другого вида, это регулируется в меню Palette, чуть выше. Обратим внимание на белый экран. Мы видим, что на экране сейчас присутствует элемент с текстом Hello World. Чтобы узнать, что это за View, нажмите на этот текст. Во вкладке дерева компонентов вы видите все элементы, которые описаны в main.xml. Видим, что выделенный нами элемент это TextView. Обратите внимание, что он вложен в элемент RelativeLayout. Это ViewGroup, про который я говорил в начале урока. Давайте добавим еще элементов на экран. Пусть это будут Button и CheckBox. Для этого просто перетащите их из списка слева на белый экран вашего будущего приложения. Кроме Button и CheckBox добавим еще на экран Plain TextView. Можно перетаскивать элементы прямо на родительский layout в дереве компонентов. Здесь они появляются под названиями Button, CheckBox и TextView 2. Это ID, идентификаторы, которые им были присвоены автоматически. Пока мы оставим их такими, а позже научимся их менять и будем делать более осмысленными. Давайте увеличим масштаб в окне визуального представления. Теперь на нашем экране несколько элементов. Изменим надписи на них. В дереве компонентов жмем на TextView. Ниже есть вкладка Properties. Она отображает свойства, выделенного в дереве компонентов или на экране View элемента. Найдем в Properties свойства текст. Сейчас там стоит ссылка на текстовую константу. Где хранятся эти константы мы рассмотрим в следующих уроках. А пока просто давайте напишем сюда свой текст. Как видите, текст элемента TextView изменился на экране. В Android Studio можно менять текст View элементов экрана более простым и быстрым способом. По двойному щелчку на выбранном объекте открывается форма для редактирования надписи. А в окошке ниже можно сразу же изменить ID, назначенный по умолчанию. Давайте изменим текст для элементов Button, CheckBox и TextView 2 на произвольные тексты. Все эти изменения сразу отображаются на экране и пишутся в файл main.xml. XML представление можно открыть, перейдя внизу экрана с вкладки Design на вкладку Text. Как видите, свойства Android Text всех элементов теперь содержит тот текст, который мы вписали. Некоторые пугаются вида XML кода и задают вопросы, это что нам теперь XML язык изучать? Так вот, это просто разметка, здесь нет ничего страшного. Вы во всем разберетесь по ходу. Мы подробнее рассмотрим XML разметку на следующем уроке. А пока давайте запустим наше приложение и посмотрим, как оно будет выглядеть на эмуляторе. Запустить приложение на виртуальном девайсе можно несколькими способами. Нажать зеленую стрелку на панели инструментов. Нажать комбинацию клавиш Shift F10. Или выбрать в главном меню Run Run Up. После этого стартует утилита ADB, Android Debug Bridge, из набора Android SDK. Открывается окно выбора устройства. Верхняя его часть пуста, то есть среда разработки не видит ни одного запущенного Android устройства. Это и не удивительно, я его еще и не запускал. Ниже можно выбрать образ эмулятора, тот что мы создавали на прошлом уроке, например. Нам он подходит по версии, которую мы указали при создании приложения. А как им управлять, я уже разобрался и сейчас вам покажу. Вот только дождемся его запуска. Кстати, если стандартный эмулятор сильно раздражает вас тормозами, вы можете попробовать альтернативный эмулятор Genimotion. Вот ссылка на инструкцию по его установке и настройке. Инструкция правда прошлогодняя, но она еще актуальна. Главное, помните о правиле совместимости версий при скачивании образов виртуальных устройств. Я говорил об этом на прошлом уроке. Еще вариант тестировать ваши приложения на реальных Android устройствах. Посмотрите видео, как настроить и подключить ваш смартфон для этих целей. Если ссылки в видео не работают, вы можете найти их в описании под этим видео. Или воспользоваться поиском на нашем канале StartAndroid по словам Genimotion и как подключить смартфон. Пока стартовал эмулятор, Android Studio передумала запускать приложение. Придется нам повторить запуск. На этот раз в окне запуска нам предлагают воспользоваться уже работающим устройством. Это нам и нужно. Приложение стартует на виртуальном устройстве. Программа выполняет код java-класса MainActivity из папки java, который в свою очередь читает файл разметки макета экрана main.xml и отображает все компоненты view, которые мы создавали и настраивали. Да, чуть не забыл, на прошлом уроке у нас не получилось управлять этим эмулятором, так как виртуальные кнопки здесь не работают. Так вот, я разобрался как можно управлять ним с клавиатурой. Чтобы попасть на домашний экран, нужно нажать на клавиатуре кнопку home. Вернуться назад на предыдущий экран, нажмите кнопку escape. Клавиша tab позволяет перемещаться по элементам экрана, а enter запускает их. Если начать вводить текст клавиатуры на главном экране, открывается google поиск и находит то, что нам нужно. Громкостью можно управлять, нажимая на дополнительной цифровой клавиатуре клавиши плюс или минус. Вот такой небольшой ликбез. Итак, подведем итоги нашего урока. Мы узнали, что выводится на экран в андроид приложении. Научились формировать layout файл, добавлять view и настраивать некоторые их свойства. А также разобрались с управлением эмулятора. На следующем уроке просмотрим layout файл с другого ракурса, xml. Разберем откуда Activity знает, какой layout файл надо читать и попробуем настроить на чтение другого файла. А также узнаем, какой layout файл используется при смене ориентации экрана с вертикальной на горизонтальной. Не переключайтесь!